Доброе утро! Вы включаете фантазию и креатив. Победителем станет автор самого интересного и оригинального рецепта. Оригинальнее, чем у меня. 19 марта мы проведем промежуточные итоги. Выберем трех финалистов по количеству лайков и комментариев в Ютьюбе. А 20 марта, в преддверии праздника, в эфире Танк Студио мы объявим победителя и вместе попробуем вкуснейшее блюдо. Если ваш рецепт окажется лучшим, обещаем отличные подарки и другие приятные сюрпризы. Мы продолжаем это утро вместе с программой Танк Студио. В этом часе мы узнаем массу полезной информации, встретимся с интересными гостями и разыграем для вас приятные презенты. Начнем с главных новостей. Вчера Аким Алматы Бахаджан Сагентаев провел отчетную встречу с жителями города и рассказал о проведенной и запланированной работе. Аким рассказал, что в ближайшее время будет запущен цифровой проект «Ай Азамат», чтобы вовлекать алматинцев обсуждение планирования проектов по благоустройству города. Представители бизнес-сообщества проявили инициативу и предложили помочь малобеспеченным семьям провести газификацию. Предприниматели вызвались подключить газовое отопление 50-ти семью в Медеевском районе, а также призвали других бизнесменов присоединиться к инициативе. Также Бахаджан Сагентаев рассказал об амбициозной задаче до конца года обеспечить освещением все улицы Алматы. В первую очередь займутся теми улицами, где никогда не было освещения. А сейчас предлагаю послушать рекомендации нумеролога. Обратите внимание на сегодняшнюю красивую дату – 20.02.2020. Уверен, на сегодняшний день готовят много сюрпризов. Тренд на ресайкл предмета искусства набирает большие обороты. Из отходных материалов создают одежду, мебель и даже поют про них песни. Рокет Пластик – это казахстанская команда амбициозных парней, которые перерабатывают пластик. Креативные ребята производят прищепки для белья, настенные настольные часы, плитки для декора, миски, вазы, чаши и органайзеры. Идея проекта вдохновлена нидерландскими стартаперами, которые перерабатывали пластик в бытовых условиях. А мировые модные бренды уже не первый год занимаются реинкарнацией отходов. В 2018 году Adidas презентовал кроссовки из пластиковых отходов, выброшенных в океан. Еще один американский бренд производит удобную и экологичную обувь для женщин и детей, созданную на 100% из вторсырья. Среди поклонников такой продукции даже герцогиня сасекская Меган Маркл. А в 2019 году российская компания начала создавать стильные купальные костюмы из переработанных материалов. Проблема накопления отходов волнует молодежь все больше. Отечественный бойс-бенд 91 в недавнем концептуальном клипе акцентировал внимание на этой проблеме. Фанаты группы по всему миру после выхода музыкального видео организовали множество акций по уборке и сортировке мусора. Борьба с пластиком удел не только артистов и дизайнеров. Если вас вдохновляет идея очищения окружающей среды от полиэтиленовых отходов, то начать можно с малого. В Казахстане много пунктов по сбору пластика для дальнейшей переработки, но, кажется, не все казахстанцы пока знают об этом. Вы скажите, где есть? Я живу на Жароково, Толиби. Там вокруг ни одна мусорка, там такого нет. Когда будет, тогда буду. Я же не повезу сюда мусор, правильно? Конечно, нужно больше развивать и больше открывать такие места, где будут принимать вот эти пластиковые, не только пластиковые бутылки, но и макулатуру тоже. Я не сдаю, но в специальные баки я их собираю. Если вы не знаете, куда нести пластиковые отходы, найти пункты приема и узнать необходимую информацию можно с помощью мобильного приложения «Эко-Сити». Вот нам принесли щетку и вот такой контейнер. Вот на этом контейнере, например, здесь есть тоже упаковочный значок, перерабатывающий значок. Вот он, вот этот вот. Тут написано «пятерочка». Мы не можем пока переработать пятерочку, шестерочку, только единичку, двойку, четверку. Не все виды пластика подлежат вторичной переработке. Чтобы понять, какие изделия у вас точно примут, обращайте внимание на маркировку. В Казахстане сдать в пункты приема можно следующие виды пластика. Полиэтилен-терефталат – это тара для воды, напитков, соков, различные упаковки и контейнеры, на которых обозначены буквы PET. Полиэтилен высокой плотности с обозначением HDPE. Чаще всего из такого материала производят емкости для косметических и чистящих средств. Полиэтилен низкой плотности обозначается буквами LDPE. Это обычные полиэтиленовые пакеты, пищевая пленка, мешки для мусора и линолеум. Остальные виды пластика в нашей стране пока утилизируют, но уже сейчас появляются отдельные стартапы по переработке полистрола и твердого пластика. Между тем, все больше людей считают, что вторичная переработка уже не главная цель борьбы с полиэтиленом. Есть проблема в самом пластике. То есть, как его утилизировать и что с ним сделать – это не проблема. От него нужно отказаться. Пожалуйста, вот такие приобретайте бутылочки, чтобы не портить экологию. Занимайтесь такими. Берите, пользуйтесь ими, и они надолго вам хватят. Вот такие еще у нас есть пакетики. Это можно использовать для картошки, для овощей, для фруктов, для того же хлеба. Взяли, сложили, они многоразовые, то есть их постирал в машинке, и все, никаких проблем. И вот такие сумки. То есть, вот такие сумки можно купить, и очень-очень надолго хватит ее. Бороться за уменьшение пластика начали не только обычные жители, но и целые корпорации. Ряд супермаркетов в Казахстане, следуя мировому тренду, отказывается от бесплатных полиэтиленовых пакетов и предлагает своим клиентам многоразовые эко-сумки. При этом с каждым днем на свете все больше людей, уверенных, что в скором будущем человечество максимально откажется от токсичного пластика. Вот так вот я вам пообещала, нумеролога, но наши редакторы посчитали важным сохранить интригу и сначала опустить сюжет о более важном, о переработке пластика. Ты перерабатываешь, в плане, ты делишь пластик отдельно по контейнерам, нет такого? Ну, иногда, иногда деля. Но действительно, не хватает контейнеров этих специально для разного рода мусора. Когда появится, естественно, люди будут к этому более внимательно и серьезно относиться. Все меньше времени остается до наступления самого главного праздника весны. Да, Наурыз – это действительно любимый праздник всех казахстанцев. Время обновления природы, обновления мыслей, возрождения духовных и культурных ценностей. Раньше в этот день люди открывали родники, сажали деревья, помогали неимущим и страждущим. Возвращались находившиеся далеки родственники, мирились те, кто были в ссоре. Да, многие добрые традиции сохранились и по сей день. Мы уже в предвкушении Наурыза, и чтобы сделать праздничную атмосферу ожидания, сейчас начнем дарить подарки. А подарок у нас сегодня особенный. Сегодня мы ждем в гости актрису театра Диану Самыкен, которая расскажет нам о музыкальном спектакле в главной роли, который поставила Рызия Хасанова. И именно на этот спектакль мы подарим вам два билета. А поскольку сегодня мы еще запустили Наурыз Челлендж, то предлагаю все это объединить. Вопрос дня звучит так. Сколько и какие ингредиенты входят в состав Наурыз Кужи? Если знаете ответ, звоните в студию прямо сейчас. Номер у нас все тот же самый. 334 0024. Ну а мы пока вместе с корреспондентами сходим в гости к одной гостеприимной интернациональной семье. И продолжим нашу тему. Я родился здесь, вот смотрите. Это город Палми. Вот. Отец был отсюда, мама из Палермо. И вот я южный человек. Кармино Барбара – итальянец. Много лет назад, путешествуя по миру, он приехал в Казахстан и встретил здесь свою вторую половинку. Семье Кармино и Шарбат уже больше 20 лет. Они одинаково чтят итальянские и казахские традиции, поэтому празднуют и католическое Рождество, и Наурыз. Мы отмечаем и тот, и тот. Чтобы постоянный праздник. Да, все праздники отмечаем. Мы еще традиционно каждый год Курбанай. Здесь наших друзей тоже много, итальянцев. Вот. И мы все отмечаем. На природу обычно как бы все собираемся. Там шашлыки, друг другу подарки. Это мы тоже отмечаем итальянский, итальянскую Пасху после Наурыза. Семья Барбары шутит, что если бы они отмечали каждый национальный праздник, накрывать столы пришлось бы каждый день. Кстати, гастрономические пристрастия у супругов тоже давно уже переплелись. Вы пробовали на Урис Кузе? Как вам? Ну, конечно. Он каждый год пробует. Казы, бешпармаки или что-то какие-то. Да, кстати, у Казы тоже любят. С добростью. Ну, итальянскую кухню больше готовим дома, потому что быстро. Быстро. И легкая. Например, этот курт. Курт используем как пикорино. Сырный курт, оно заменяет, кстати, итальянский сыр. Много мяса в Италии обычно не едят. Однако Кармина казахская кухня пришлась по вкусу. Из любимых здешних блюд он отдельно отмечает хазы и лагман. В Казахстан Кармина приехал в 1993 году. С тех пор страна стала его вторым домом. За свою деятельность в области образования и культуры он получил множество наград обеих стран. Сейчас он преподает итальянский язык сразу в трех учебных заведениях Казахстана. На занятиях Кармина старается поделиться со студентами частичкой итальянской культуры. Ну, конечно, это науриз является нашим национальным праздником. Поэтому больше всего колорит для иностранец больше удивляется. Потому что таких масштабов, ну, таких уровней нет в Италии. Есть выставка, у них как наш мотоколорит, традиции держать, вот, в исключении нескольких городов и так далее. Все эти годы Кармина искренне интересуется изучением местных традиций и культуры. Это, в свою очередь, отражается и в его творчестве. Например, вот эта картина создана 11 лет назад. Юрта, вот внутри юрта. И науриста, чтобы мы здесь поем. И вот наши инструменты. Как называют вот это игры с лошадью? Кок-пар. Кок-пар тоже, да. Вот, классный, да. Да, мне очень нравится, потому что он прям хочет, знаете, вот, ну, за городом же обычно они проходят. И мы не всегда успеваем по времени. Хотя, кстати, он сильно хочет прям на эту бойку попасть. Ну, женщины не пускают на кок-пар. График столь востребованного зарубежного преподавателя очень плотный. Однако время для живописи Кармина все же находит. Рисует по ночам и рано утром. Эта работа была написана им по просьбе супруги. Это побережье моря, которого Кармина здесь, среди гор, иногда не хватает. Думбра – это вот так, как наша почти мандулина. Ну, не похожа. Поэтому немного маленьких вариантов. Ну, это два разные инструмента, два разные культуры. И назвали именно это компаньоны по музыке. Ежегодно, как правило, осенью Кармина и Шарбат проводят выставку живописных работ в Алматы. И в этом году обещают представить публике нечто особенное. Но тематику и наполнение следующей коллекции автор пока сохраняет в секрете. А источников вдохновения в Казахстане немало, говорит Кармина. Например, городские гуляния, посвященные празднику Наурыз, которые совсем скоро начнутся по всей стране. Что ж, доброе утро еще раз. И мы приветствуем сегодня в нашей солнечной студии гостя. Руководителя спонсорского отдела Алматинского филиала Лиги волонтеров Казахстана Сарым Касымбаев. Доброе утро, Сарым. Доброе утро. Сарым, здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Совсем недавно у нас была ваша коллега Исулу. А, Ерниязова, да? Да. Ну, сейчас она на меня обидится, что я еще это задумалась. Скажите, пожалуйста, Лига волонтеров участвует в организации мероприятий к Наурызу? Да, она старается участвовать во всех мероприятиях с Наурызом связанных. А что запланировано именно на этот период? Мы планируем очень много различных мероприятий, пока они в стадии разработки. Как мы доработаем, мы сразу сообщим везде. А то есть такая тоже интрига, да? Доработаем, сообщим, подождите. Обычно что вы делаете на Наурыз? Ну, вот прошлый опыт. Обычно мы участвуем в различных конкурсах, устраиваем их концерты, раздаем цветы женщинам. Ну, и на Наурыз яблоки раздаем. Классно! Цветы женщинам, яблоки мужчинам? Да, 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 да. А детям, да? А детям, мадужные. А есть ли какие у вас специальные проекты в этот период? Таковых специальных проектов нету. Наурыз сам является для нас специальным проектом. Ну, получается, вот ваша работа заключается в том, что вы помогаете, раздаёте цветы, яблоки, раздаёте. Это в определённый день именно в Наурыз, когда празднуется, или вообще в течение всего месяца? Всего месяца мы стараемся делать. В основном мы заполняем выходные дни. Чтобы люди, когда гуляли, встречали нас, волонтёров, мы поднимали людям настроение и устраивали различные весёлые мероприятия. А мероприятия где вы обычно устраиваете? В основном на центральных улицах, на Памфилово, на Жбек-Жолы. И иногда в наших студенческих центрах. В основном молодёжь, волонтёры. Вот скажите, пожалуйста, вот вы такой вроде молодой, да, но уже руководитель... Вроде молодой. Я уже совсем не разбираюсь, но вы руководитель спонсорского отдела уже Лиги волонтёров. Вы как давно туда пришли и как добиться таких высот? Как присоединиться к вам на эти событийные такие волонтёрства? Вступил я в Лигу волонтёров полтора года назад. Вступил я случайно. Это как? Случайно как? Я вообще не думал, что буду в Лиге волонтёров так часто участвовать. В основном у меня были другие сообщества. Но как-то Лига волонтёров запала в душу. Там я нашёл семью и стал занимать посты. В смысле вы нашли семью? Женщину. Вы нашли свою будущую жену, что ли? Друзей. Настоящих друзей. А, я думал, что в прямом смысле понял. Я нашёл там семью, в смысле нашёл любимую женщину, женился. И вот вместе занимаемся. Пока ещё нет. Возможно, найду. Вот как раз реклама. Такой активный парень. Насчёт событийного волонтёрства. Таких мы не набираем на наши мероприятия людей не из Лиги. Но нашу Лигу всегда открыт. Можно легко вступить в любое время. Вы можете написать легко нам в Инстаграм Лига волонтёров. И мы вам сразу ответим и подскажем, как стать волонтёром. А можно точнее? Вот просто кто-то сейчас смотрит и думает, Лига волонтёров. Как вот? Лига точка волонтёров или прочерк нижний? На английском Лига of volunteers. Лига of volunteers. Да. Наверное, как-то вот так вот пишется. Всё. А по хэштегам, может быть, как-то вас можно найти? Хэштеги Лига волонтёров. Тысяча одна доброе дело. А, вот это вот я знаю. Тысяча одна доброе дело. Тысяча одна доброе дело. Это хэштег, да, получается? Да. Я думаю, мы все вопросы, которые необходимы были, спросили, да? Да, всё. Спасибо вам большое за беседу увлекательную. Я теперь жду, знаете, цветочков на науридже, да, вы тоже дарите. Обязательно. А я яблок. А я яблок. Ну, хотя яблок здесь хватает. Я с ночью приеду, мороженое подарим. Мы хотим, да, мы же вам обещали показать сюжет про нумеролога, точнее, что нумеролог сулит в этот день. Давайте скорее посмотрим. 20 февраля, сегодня четверг. Желаю всем хорошего настроения и рабочего настроя. Сегодня нумерологическая цифра дня 17, число удачи 8. Все оттенки розово-перламутровых оттенков принесут вам хорошее настроение и бодрость духа. В течение дня вы можете чувствовать нервозность, также апатию и депрессию, и возможные хронические обострения ваших заболеваний. Уделите внимание вашему здоровью. В этот день вы можете вступить в нежелательные конфликты. Постарайтесь отложить крупные покупки для более благоприятных времен. Хорошим завершением сегодняшнего дня это будет занятие йогой, также плаванием и спа-процедурами. Рожденные дети 20 февраля 2020 года в будущем будут очень счастливыми и богатыми людьми. В них нужно прививать любовь к яркой одежде и творчеству. Ты знаешь, что с давних времен мода была неоднозначна? Кстати, страна, которая бьет все рекорды по количеству производимых фильмов, это Индия. Ну давай так, ладно. Да, там на экраны выходит не менее 700 картин в год, а это примерно по два фильма в день. В Казахстане, пусть и не в таком количестве, но новинки тоже есть. Вашему вниманию кинообзор. Посмотрим. Эта неделя богата на зарубежные кинопремьеры, а отечественные режиссеры, похоже, решили оставить свои картины на весну. Поэтому предлагаем список лучших иностранных фильмов, которые скрасят ваши выходные. Это история о талантливом выпускнике Оксфорда, который решил пополнить свой счет нелегальным методом, используя поместье, обедневшее английской аристократии. Главному герою придется противостоять таким же умным и обаятельным персонажам. На заметку молодым людям это идеальный вариант для свидания. Вам боевик, девушки, джентльмены. Продолжение российской музыкальной мелодрамы «Лед» рассказывает о дальнейшей жизни главных героев. Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают завести ребенка. Но какую цену им придется заплатить за свою мечту? Российские зрители оценили вторую часть сказочной истории на 10 из 10. «Ледка!» «Я все хотела, как мама». Приключения ветеринара, умеющего разговаривать с животными, точно не оставят вас равнодушным. Тем более, если его роль исполняет Роберт Дауни-младший. А представьте, что к нему присоединился еще и Том Холланд. Но в этот раз мстить никому эти двое не собираются. Доктору Дуритлу, который привык общаться только со своими экзотическими животными, приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. Привет, парень. Привет, ужин. Мы вместе. Часть единого целого. В эти выходные в кино можно идти всей семьей. А самых маленьких зрителей точно не оставят равнодушным веселый мультфильм «Капитан Саблизуб» и «Волшебный бриллиант». Увлекательное приключение отважного и грозного капитана Саблизуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель – получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата. Кто-то же должен знать, где этот камень. Пинки в бухте Луна. Что? Ты? О чем вы вообще? Для любителей реальных историй тоже найдется свой фильм. Картина «Скандал» основана на историях нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора Роджера Айлза. Чем же закончится громкий скандал? Мне кажется, Fox News меня ждет успеха. Я мог бы взять вас и переставить в начало очереди, но вы должны быть мне преданны. Найдите способ мне это доказать. Дубль-2. Жан, ты знаешь, что? Хорошее утро у нас действительно, что с давних времен мода была неоднозначна. Ну, например? Ну, в общем, датская принцесса Александра, супруга короля Великобритании 20 века, всегда была эталоном красоты, как я, и изысканных нарядов. Но так случилось, что после болезни принцесса начала хромать. Ты не поверишь, но эта особенность превратилась в модную тенденцию. И его влияние повсеместно стали копировать. Ну, ведь здоровому человеку непросто имитировать этот недуг. Верно. А потому на заказ стала изготавливаться обувь с разной высотой каблука. И трендовая походка охватила высший свет. Чуть позже такая обувь даже продавалась в магазинах под маркой «Хромота Александры». Интересное название. Да, уж действительно странный тренд. Ну, и сегодня ведь тоже не обходится без креативных фишек модельеров, которые удивляют, если не сказать большего. Подробности в следующем нашем сюжете. В сфере фэшн-индустрии всегда были модельеры, которые поражали общество новыми эпатажными идеями. Но оценить творения художников современники обычно не могут. Возможно, то, что мы сегодня называем «агли фэшн», то есть провокационная, даже уродливая одежда, когда-нибудь станет привычной в мире моды. А пока далеко не всем понятно, зачем носить такие вещи. Носки, надетые с босоножками или туфлями, превратились в локальный тренд, популярный в основном среди самых смелых модниц. Это явление переродилось в полноценную модную тенденцию и приобрело масштабы мейнстрима. И уже каждая уважающая себя модница хочет примерить данный тренд на себе. Порой кажется, что современный мир моды уже исчерпал все идеи, а дизайнеры то и дело заглядывают в шкафы наших дедушек и бабушек за очередной порцией вдохновения. Оттуда пришла и мода на «агли сникерс». Невероятно сложная и массивная эта пара обуви напоминает отцовские кроссовки из 90-х, за что получила еще одно название – «дэд сникерс». В моде дутые пуховики, которые выглядят так, словно их сняли с чужого плеча. Они не сидят по фигуре, но отлично вписываются в многослойные образы и греют лучше шерстяного одеяла. Приталенные пуховые куртки с поясом, как и джинсы с заниженной талией, в новом зимнем сезоне не в почете. Бодипозитив Отмена жертвенности во имя красоты – еще один современный тренд. Очередное стильное новшество – носить несколько сумок одновременно. В одной хранятся косметичка и телефон, в другой – запасные колготки, ну а третья пригодится для самых экстренных случаев. Фантазия дизайнеров поражает воображение обывателя. С приходом нового сезона не всегда понятно, чего ожидать. В любом случае выбирайте удобство, вместо того, чтобы гнаться за постоянно обновляющимися трендами. Ведь догнать невозможно. Наверное, мы начнем со звонка. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слышим. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Аида, я из города Алматы. Аида, очень приятно. Вы хотели на вопрос, наверное, ответить? Да, хотела ответить на вопрос и поздравить, наверное, с началом какого-то челленджа. О, класс. Я вот успела посмотреть, как все ведущие объявили об этом. На Ураску же готовится из семи ингредиентов. Все верно. А может быть, вы озвучите? Да, что входит в эти ингредиенты? Это вода. Вода как источник жизни, поэтому обязательно надо добавить. Потом крупы. Так как в древности казахи не жили в изобилии, так скажем, в аулах. Для приготовления на Ураску же каждый приносил свой ингредиент, скажем так. И так дошло до семи ингредиентов. Это крупы, это корт обязательно, потому что это дает сытность какую-то. Это мясо обязательно для казахов, особенно канина. Это лапша, потому что мука это тоже как бы символ сытности. И молоко или айран, потому что белое это знак чистоты и верности. Здорово, правильно? Да, ну, в принципе, да, все правильно. Все так и есть. А вы скажите, вы сами готовите на Ураску же или просто пробуете где-то в гостях? Сама я не готовлю, каждый год готовит моя мама. А я, наверное, как гурман, пробую и даю отцепку. А еще говорят, что обязательно надо здесь пробовать на Ураску же в семи домах, так как семь – это счастливое число казахов. Да, кстати. Ну и в целом у всех, да, вроде во всех странах, народах цифра семь – она какая-то магическая. Ну да. А еще, знаешь, вот это вот как-то символ такого полноты бытия. Вот так вот я люблю это говорить. Это вот семь нот, это семь дней в неделе, это семь еще чего-то там. Говорят, нам Аиду уже отключили, пока там я начала рассказывать. А, понятненько. Ладненько. Аида, да, поздравляем, вы выиграли два билета. Так, на спектакль. На какой спектакль? В главной роли. Спектакль называется «Главные роли». Мы попозже узнаем подробнее об этом спектакле. В условиях мирового экокризиса… Прошу прощения. В условиях мирового экокризиса вопросы о сохранении воды становятся как никогда актуальными. Специалисты предлагают экономно расходовать воду дома. Самое простое – это использовать душ, а не ванну. Запускать посудомоечную машину и стиралку только при полной загрузке. Ну и, конечно, своевременно устранять любую течь в кране. Кроме того, сегодня популярны специальные устройства, которые помогают расходовать воду экономно. Подробнее о них узнаем прямо сейчас. 22 января этого года именно с такой фразой постучались в дверь матери Зарины Наурзбаевой. Все началось с телефонного звонка. Неизвестные убедили ее в том, что счетчик воды вышел из строя, и его срочно нужно заменить. У вас истекли все сроки. Я в таком случае буду направлять вас на штрафование. Естественно, человеку 72 года. Я думаю, что на месте моей мамы любой пенсионер, они теряются. Специалист, назвавший себя техником, потребовал 13 тысяч тенге за смену счетчиков холодной и горячей воды. К этому времени пенсионерка уже позвонила своей дочери. Зарина, заподозрив что-то неладное, попросила маму потребовать деньги обратно, потому что сразу вспомнила, что срок смены счетчика еще не подошел. Женщина поняла, что ее обманули. Сначала согласилась, потом перезвонила мне. Я веду обычно все коммунальные и домашние дела. Я удивилась. Ну, странно, вроде как бы по срокам не должно быть. Меня ли летом? Зарина сразу связалась с городским водоканалом, где ее опасения подтвердили. Специалисты горводоканала опубликовали эту историю на своей страничке в Инстаграм. Оказалось, что с такой же проблемой столкнулось еще немало людей. В 2019 году звонила три раза, навязывала свои услуги. Хамоватая девушка. И ко мне тоже звонили в конце прошлого года с тем же самым. О, знакомым. Мне позвонили, сообщили, что срок заканчивается завтра. Я быстро глянула еще два года. Но специалисты горводоканала призывают не верить таким сообщениям. Работа самого учреждения ограничивается проверками показаний счетчиков и отправкой квитанции. А звонки с требованиями установить новые счетчики совершают мошенники. Они не только предлагали свои услуги, но и угрожали. Кроме того, были случаи, когда многие потребители доверяли и устанавливали счетчики. Потому что мошенники зачастую знают, сколько людей живут в доме и владеют личной информацией о жильцах. Если вас беспокоят звонками с призывом купить и установить новые счетчики, специалисты Алматы СУ рекомендуют обращаться по телефону доверия 245-95-25. Кроме того, в компании работает колл-центр. Позвонить туда можно по номеру 777-444. Зарина подоложала бы в Министерство внутренних дел. Сейчас ее дело все еще рассматривается. Но женщина уверена, что злоумышленники будут найдены и понесут ответственность в соответствии с законом. Зарина подоложала бы в Министерство внутренних дел. 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 Да, да. Что-то ты рассказала свою биографию, и она начала... Да, да, мы встретились, это было очень интересно, весело. Дело в том, что я человек, который любит пробовать всё новое, ну, попадала в разные ситуации. Но дело не в этом. Конечно, Резия добавила туда очень много каких-то, ну, фактов, например, да, ну, что-то для того, чтобы это всё-таки театр, да, для того, чтобы была драма. И это больше собиратель, это не совсем я, это больше собирательный образ. То есть в ней ничего нет такого, прям, это не Фредди Меркурий, там, не знаю. Но есть основная мысль, которую хочется донести до всех, кто ещё мечется, что-то ищет, ищет какой-то смысл жизни. Диана, ну, я понял, что спектакль, главная роль, он музыкальный спектакль. То есть, получается, тебе приходится ещё и петь в этом спектакле. Да, потому что изначально я певица. Первая профессия, это первая певица получается. Что-то я ещё слышала по поводу музыкального бэнда. Да. Это оно, да? Талисман-бэнд, да. Продюсером, которым ты являешься, да, или как? Основателем. Основателем. Да, мы основали его семьёй, папа, брат, все музыканты. И бэнд существует уже 12 лет, как-то уже 13 лет. А в бэнде кто-кто? То есть папа, брат и вы? Ну, ещё 16 человек. На каком инструменте играете? Я играю на фоно, но я не выхожу. Я уже давно не пианист. Ты потом как основатель придумал этот проект и как бы поплатил его в жизнь, получается. Изначально вы певица. Да. А как вы пришли в театр? Ну, стечение обстоятельств, судьба, не знаю. Это как? Я тоже просто хочу в театр. Это вот как должно стечься обстоятельства, как должны, где, когда, во сколько. Я подумала как-то однажды, что что-то не хватает. То есть, как это, когда просто выходишь, поёшь и стоишь статично. И мне стало как-то в этом неловко. И так получилось, что мы встретились с Розьёй. И да, у нас стали возникать там разные идеи. Розья этим искрит. И как-то создался этот спектакль. Потому что она говорит, слушай, ну я рассказывала, рассказывала, смеялись, плакали. Она говорит, слушай, ну здесь же очень много есть посыла вообще женщинам, людям этой профессии, певицам, актрисам. Ну, приходите. Мне очень нравится. То есть изначально, в любом случае, изначально у тебя образования актёрского не было, да? Нет, да. И, наверное, это немножко раздражает профессиональных актёров. Я профессиональный, но ты меня не раздражаешь. А я замечаю, что раздражает. Вот в кино, когда я играю с профессионалами, они вот прям зачастую у меня спросят что-то из теории, что-то вот тех вот режиссёров. А я, честно, ну как бы не изучала. Ну, с тобой сидит профессионал, ладно. Я же тебе ничего не выгаду. Спасибо, да. Единственное, ты меня. Честно говоря, не то чтобы я стремилась стать актрисой, но когда я туда пришла, мы стали ставить спектакль, я поняла, насколько это адский труд. Это адский. И уважение всем актёрам просто. Я пришла в свой бэнд и сказала, ребята, мы лентяи. А я как актёр, сказать, я сказал бы, что наоборот, музыканты – это большие трудяги, честно говоря. Трудяги, да. Нам нужно тоже много работать. Вы знаете, такой есть замечательный английский актёр Питер Устинов, который говорил, актёры – это те люди, которые ничего не умеют делать. Каждая профессия, вот музыканты умеют играть на музыкальном инструменте, на скрипке, в портепиано, на трубе, художники рисуют. Актёры ничего этого не умеют, они просто ходят и играют, поэтому мы самые большие лентяи. Я бы так не сказала, конечно. Актёры несут какую-то генеральную мысль всегда через каждый фильм или через каждый спектакль. Это святая миссия. Люди, которые приходят смотреть спектакли Радзии Хасановой, всегда находят личную параллель, поэтому это их так касается. Поэтому их так трогают. И задача актёра – донести им. То, что они не про себя, они там симпатичные. Не личиком сыграть, а именно донести им. Ну хотя, в принципе, если личка хорошенькая, это не помешает никогда. Сейчас посмотрим рекламу, а потом продолжим наш разговор. Ну что, дорогие друзья, я ещё раз напоминаю, что у нас в гостях сегодня актриса Диана Самыкен. Мы с ней продолжаем нашу беседу. Ещё раз доброе утро. Доброе утро. Диана, а вот какие ещё будущие проекты ожидают в будущем? Премьеры, возможно? Именно у Интериус-театра, так как мы сегодня об этом разговариваем, в марте состоится премьера нового спектакля «Вы Дивон». Вот. Такой же провокационный, такой же честный. Очень интересно. Мне кажется, все, да, вот все спектакли этого театра, именно Розии Хасановой, я же правильно, да? Да, да, да. Они какие-то вот, они очень не казахстанские, не казахстанские такие, артхаусные даже, возможно, немного. Ну не совсем артхаусные, но там прям бьют. Ты уже оттуда не вернёшься прежним. Все маски. Самое сердце. Они такие честные, откровенные, да? Провокационные. Да, да, вытаскивают то, что сидит в подсознании даже очень много. Вот по главной роли частично, например, почему я говорю, что так как он по мотивам, но всё-таки для всех, я очень часто слышала от своих же коллег, говорит, такое ощущение, будто ты про меня сыграла. И точно так же, да, вот приходишь там на любовницу, огонь, детка, другая девочка, все говорят, это как будто бы про меня. Вот, и вот, естественно, слёзы, сопли. То есть получается, если ты хочешь узнать, если мужчина захочет узнать вообще о внутреннем состоянии женщины, нужно пойти на спектакль в главной роли, и ты примерно будешь знать всё про женщину. Про её внутренний мир, да? Или с женщиной разобраться в себе, либо понять, что я не одна такая. Да, потом с дочерями приходят, а с сыновьям, почему? Мужчины вот так вот сидят на некоторых спектаклях просто вообще, кое-как сдерживаются. У меня прям мурашки, я хочу прийти. Приходите, да, потому что это прям событие, это надо посетить. А по бэнду, может, какие-то новости? Да, у нас концертная деятельность, значит, 22-го числа в субботу. Талисман-бенд полным оркестровым составом даёт выступление в муз-кафе Абая-117. Муз-кафе, я помню, да. Это концертная площадка, да, где музыканты выступают исключительно живьём. Понятно. Диана, ещё раз напомни, пожалуйста, когда в ближайшее время могут наши телезрители посмотреть спектакль в главной роли? В главной роли состоится завтра на малой сцене Театра Уэзова и послезавтра. А во сколько начало? Начало в 19.00, если я не ошибаюсь. Потому что у нас сегодня же была девушка, которая выдала два билета на ваш спектакль. Аида. Аида, да, и вот она должна пойти к вам, чтобы она знала. Так что, Аида, вы помните, да, значит, завтра в 19.00 в Театре Ауэзова. В соответствии с спектаклем вы можете пойти на него с кем-нибудь, у вас два билета. Да. И ещё бы, да, я хотела одно, но мне редактор говорит, нет, другое. А вообще, так как у нас тема была про наурыз, вы бы хотели в этот раз приготовить наурыз и участвовать в нашем челлендже. У нас есть такой челлендж, где вы можете даже путёвочку выиграть. Да вы что, с удовольствием. Вот, имейте в виду, да, там уже я вам всё расскажу, потому что вначале мы уже рассказывали, какие правила. Вот, а ещё уже всё-таки хочется своё. Я почувствовала вас, что вы очень такая, знаете, тонкая, тонкая душевная организация, у вас очень глубокая женщина. И я бы очень хотела, я знаю, что вам есть что сказать зрителям, мы уже потихонечку прощаемся. Я бы хотела, чтобы вы что-то пожелали женщинам. Почему-то именно так хочется. Потому что мужчины и так уже кайфанули от вас, смотри. Да, мужчинам я пожелаю. У нас кайфанули, да. А женщина, может быть, какое-то наставление, может, совет, ну или как пойдёт. Просто хочется пожелать всем, берегите себя. Как в самолёте, надевайте сначала маску на себя, потом на детей. Ребёнка. Да. Берегите себя, женщины, любите себя, сам уважайте себя. И всё наладится, всё будет хорошо. Вы красивые, вы лучшие. Каждый раз тебе это говорите. Simply the best. Опа, вот так вот. Ну что ж, Диана, спасибо за такую интересную беседу. Мы хотим со своей стороны пожелать вам всего самого наилучшего, творческого роста, удовлетворения. И, конечно, чтобы ваш спектакль завоёвала огромную армию ваших поклонников. Да, я обязательно приду на этот спектакль. Тем более, видите, у вас уже ещё один период. Вот это прям, мне кажется, женский-женский. Ну а мы прощаемся, но ненадолго, всего лишь до завтра, с 8 до 10. Снова будем с вами. Хорошего. И ждём вас в этой студии. Да, хорошего и удачного дня. Пока-пока. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова